Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события дня. Незаконный нефтебизнес. В Волжском районе сотрудники ФСБ задержали банду, воровавшую черное золото. Коллективная молитва. В 26-й колонии строгого режима для мусульман открыли молильную комнату. Каштаны и березы вместо Старых Тополей Самара обновляют парки и скверы. Стучите, ответят. В Самаре запущен интернет-ресурс, где можно сообщить о всех ЧП в городе. Чистота – залог комфорта. Общественный транспорт перед выходом в рейс обязали проходить банные процедуры. Украли нефть на 150 миллионов рублей. Сотрудники ФСБ задержали банду, которая создавала незаконные врезки на нефтепроводах. Преступники орудовали в Волжском районе области. На нелегальной нефтебазе оперативники обнаружили пять автотестерн, в которых хранилось свыше 100 тонн ворованного сырья. По предварительной оценке, за время существования преступного бизнеса было похищено около 7 тысяч тонн черного золота. Его продавали по всей стране. Сейчас стоит вопрос о возбуждении уголовного дела. Шланг высокого давления. Длина этого шланга составляет полтора метра. Далее этот шланг накручен на трубу. По внешнему виду труба для наклонного бурения. Дальнейшие действия будем производить по устранению данного незаконного приварного элемента. Установка будет на ремонтной конструкции производиться. Коллективная молитва. В 26-й колонии строгого режима для мусульман открыли молельную комнату в канун весеннего праздника Навруз. В исправительной системе большой процент людей, исповедующих ислам. И место, где можно прикоснуться к Богу, для них весьма важно. Комнату оборудовали по всем канонам. На открытии побывал муфтий Самарской области. К исламской культуре прикоснулась Марьяна Мирная. В 26-й исправительной колонии почти тысяча осужденных. 200 из них исповедует ислам. Несколько лет мусульмане просили обустроить на территории тюрьмы молельную комнату. И вот он, подарок к весеннему празднику Навруз. Первая общая молитва состоялась. Я представляю, конечно, ислам в это учреждение. Но мы еще нуждаемся в посвящении духовенства, из управления духовенства Самарской области. Нам дает большую силу чувствовать себя, как говорится, свободным. Нуждаемся в их помощи, в их приходе к нам, в общении. Религия для осужденных зачастую становится отдушиной и помогает отбывать наказание. В колонии для православных с 2009 года работает храм. Теперь и мусульмане могут обратиться в сторону мейки и совершить поклонение. Обустраивали помещение своими силами. Стелили полы, красили стены, клеили обои. Руководство колонии уверено, возможность молиться пойдет заключенным только на пользу. Религия пойдет на помощь в том, что это та отдушина, где человек может побыть наедине с собой, может, скажем так, покаяться в тех грехах, которые совершил. Поэтому мы настроены на этот момент положительно. Большую поддержку оказало мусульманское сообщество. Муфтий Талиб Хазрат Ярулин приезжал сюда при ремонте помещения и лично давал рекомендации, что и как должно быть. В Поболжье мы находимся почти на одном меридиане с городом Мекка. Поэтому, если находим юг, то в сторону юга мы и читаем. И здесь комната, конечно, не специально была сделана под мечеть. Но человек имеет возможность в любом месте поклониться мусульману. Каждое место является мечетью. Осужденные мусульмане также смогут пусть и скромно, но отмечать здесь исламские праздники. В Навруз, например, здесь не только совершат коллективный намаз, но и отведают традиционный плов. Мариана Мирная, Григорий Плешаков. События. На месте вырубленных деревьев в сквере на площади Куйбышева посадят молодые пермидальные тополя. В городе Зеленхозе заверили, под бензопилу попали только старые больные деревья, которые угрожали безопасности горожан. Между тем, вырубка деревьев возле театра вызвала неоднозначную реакцию в интернете. Многие обеспокоены тем, что в городе уничтожают деревья из прошлого века. Почему щепки летят? В ситуации разбирался Олег Зверев. Даже неискушенным взглядом видно, что дерево нездорого. Кора покрыта мхом, древесина гниет и, как следствие, это источник повышенной опасности для прохожих. В Самаре были случаи, когда аварийные деревья падали на машины и травмировали людей. И вот город постепенно избавляется от состарившейся зелени. В эпоху стремительного индустриального развития городу нужны были зеленые легкие. Тогда было принято решение высаживать пуховые тополя, карагач и остролистные американские клены. Это деревья сорных пород, но они позволяют быстро насытить воздух кислородом. Сегодня они уже отживают свой век и настало время заменить их на другие деревья, более качественные, премиальных пород. Тополь не дуб. Его век не более 50 лет. После этого он становится потенциально опасным для окружающих. Очередную партию таких деревьев отправили на свалку из сквера на площади Куйбышева. На их месте будут посажены молодые благородные деревья, а тополиный пух постепенно останется только в известной песне Григория Пономаренко. Тополя, я, честно говоря, от них просто подыхаю. Просто вот вхожу и начинается вся у меня аллергия, и глаза пухают, и чихают, и все такое. Да, те, которые засохли деревья, конечно, выкорчевать точно. Я считаю, что деревья в парке уже надо сменить. Карагач, тем более, такая порода, как сорняк считается. Попробовать все это, уничтожить эти деревья и посадить какую-нибудь, какие-нибудь другие деревья, те же березы. Они смотрятся красивее, красивее. Елки тоже красиво смотрятся, как говорится, и зимой, и летом. Но мнения по этому поводу неоднозначны. Многие жители Самары обеспокоены тем, что перед деревья. Тем более, что все помнят историю, когда возле Цума Самары были варварски уничтожены и разграблены голубые ели. Горзеленхозе уверяют, что на этот раз все под контролем. Убирают старые больные тополя, на их месте появятся молодые, пирамидальные. Здесь сносились деревья, те, которые аварийные, пухопилящие тополя, которые вызывают аллергию у жителей этого района, которые здесь отдыхают. И плюс ко всему тополь – это такое дерево, которое очень ломкое. Поэтому произведена валка. После этого опять-таки будет комиссионно определено посадка деревьев вместо тех, которые мы снесли. А в перспективе планируется облагородить всю растительность на территории Самары, постепенно заменяя старые, отжившие свой век деревья на те, которые подходят по современным стандартам благоустройства. Олег Зерев, Сергей Баскин, События. Всем добра и Барбарийску. Креативные водители расписывают свои маршрутные такси прямо по грязи. Вместо того, чтобы помыть за это, получают предупреждение от ГИБДД и письма от Департамента транспорта. Рейды, в которых проверяют техническое состояние и частоту автобусов, проходят несколько раз в месяц. В одном из них побывала Мариана Мирная. Озорная надпись на маршрутном автобусе привлекает внимание не только пассажиров, но и сотрудников ГИБДД и Департамента транспорта. За несколько часов рейда остановлено больше 50 газелек и пазиков. За два месяца этого года в Самаре произошло 8 ДТП с участием маршруток. И контроль за их состоянием объективно приводит к снижению этой статистики. Еженедельно госавтоинспекция города Самара проводит операцию маршрутное такси. В рамках данной операции особое внимание обречено на нарушение водителями правил маневрирования, непредоставление преимущества к пешеходам, общее нарушение правил перевозки пассажиров. Те нарушения, которые непосредственно влияли на совершение дорожно-транспортных происшествий. Водители маршруток уже привыкли к регулярным рейдам полиции. Послушно предъявляют документы и получают предупреждение. Говорят, проще исправить недочет, чем платить штраф от 5 до 8 тысяч рублей. Хотя и без советов инспекторов знают, какой должна быть машина перед выходом в рейс. Технически исправно, внешне чисто, практически надежно. Если сотрудники автоинспекции в первую очередь проверяют соблюдение ПДД и техническое состояние машин, то департамент транспорта делает упор на содержание его в чистоте. При проверке учитываются погодные условия. С перепадами температуры от плюса к минусу ежедневная помывка машин, конечно, не имеет смысла. А вот раз в неделю необходимо устраивать банные процедуры. Нарушение чистоты и порядка в маршрутках фиксируются сотрудниками департамента транспорта. На основании фотоотчетов в организации перевозчики направляются письма с просьбой устранить нарушение. Очень быстро перевозчики реагируют на все направленные нами письма, поэтому дополнительных санкций не требуется. Единственное, то есть, нами дается сейчас указание усилить контроль именно за выпуском подвижного состава. Комфорт общественного транспорта – основная задача предпринимателей. Ведь каждый день услугами маршрутного такси пользуются сотни тысяч самарцев. Ну, допустим, 99 маршрут, вот я здесь постоянно сам езжу, у них, да, есть чистота. Некоторые маршруты, допустим, маршрутные такси, вот это 131, они у них грязные. Это уже видно, то, что хозяева там или кто-то за ними не следят. Рейды проверки соблюдения чистоты и правил перевозок продолжатся. По поручению главы города Олега Фурсова, санитарное состояние автобусов и маршруток должно быть на особом контроле. Мариана Мирная, Григорий Плешаков, События. В Самаре запущен сайт для обращения горожан. Теперь все желающие могут принять активное участие в решении актуальных вопросов жизни мегаполиса. На сайте можно не только сообщить о проблеме, но и высказать свои предложения. Интерактивная площадка разработана по поручению главы Самары Олега Фурсова. Чтобы подать обращение, нужно сфотографировать место, о котором идет речь, установить геолокацию, написать комментарий, нажать кнопку «Отправить». На еженедельном совещании в департаменте городского хозяйства и экологии управляющим компаниям поручено отслеживать обращения и оперативно на них реагировать. Назначайте своих специалистов, какие есть у вас, это управляющие компании, и отвечать. А потом мне говорили, что мы не знали, не видели. АвтоВАЗ отозвал 106 тысяч машин марок «Лада Калина» и «Гранта». В чем причина, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Нефть сегодня дорожает. За один баррель дают 51 доллар 80 центов. Валюта дешевеет. Курс на 22 марта. Доллар 57 рублей 23 копейки, евро 61 рубль 73 копейки. Золото стоит 2270 рублей, серебро 32 рубля 5 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллара можно было купить за 57 рублей 33 копейки, дороже всего продать за 57 рублей 3 копейки. Журнал «Форбс» опубликовал ежегодный рейтинг мировых миллиардеров. На первом месте Билл Гейтс. А вот список самых богатых россиян возглавил наш земляк, совладелец крупнейшего производителя газа и нефтехимического холдинга Леонид Михельсон. Его состояние оценивается больше, чем 18 миллиардов долларов. Средняя цена одного квадратного метра вторичного жилья в Самарской области подешевела примерно на 6 тысяч рублей и составляет чуть больше 43 тысяч, сообщает фонд жилья и ипотеки. Автоваз объявил об отзыве больше 100 тысяч машин «Лада Калина» и «Гранта». Причина – перетирание топливной трубки тросом сцепления у машин с механической коробкой передач. Отремонтировать авто обещают бесплатно. На этом все. Удачи в делах! А теперь коротко о других событиях дня. В целом, в районе 73 тысячи жителей мехзавода и «Крутых ключей» был организован подвоз питьевой воды. Авиакомпания «Победа» объявила благодарность экипажу, снявшему волейболиста клуба «Факел» Александра Кимерова, с рейса. Руководство компании считает, что экипаж действовал корректно в соответствии с правилами полетов. Напомним, инцидент произошел 12 марта в аэропорту «Курумыч». Спортсмен занял свое место в самолете, но не смог уместить ноги. Его рост составляет 215 сантиметров. Молодой человек обратился за помощью к стюардессе, но та отказала. После перепалки экипаж вызвал полицию. Кимерова высадили из самолета, волейболист добрался до Москвы следующим рейсом. Проверкой инцидента сейчас занимается Куйбышевская транспортная прокуратура. В Самаре-Итольятти орудуют преступники, которые грабят женщин возле крупных торговых центров. Жертвами, как правило, становятся женщины на дорогих автомобилях. Они кладут сумочки на заднее сидение машины, после чего садятся за руль. Преступникам достаточно этого времени для того, чтобы открыть дверь и украсть сумку. Сотрудники полиции предупреждают, чтобы не лишиться своего имущества, сумки с ценными вещами необходимо класть на переднее сидение автомобиля. И не забывать блокировать двери машины, даже когда вы находитесь внутри салона. В Самаре и других городах области хотят возродить санитарно-экологическую полицию. В 90-е годы организация активно собирала самарцев и тольяттинцев, штрафы за грязные дворы, немытые машины и отсутствующие урны. Идея принадлежит руководителю департамента охоты и рыболовства Самарской области Вячеславу Лебедеву. Он отмечает, что нынешние полицейские, хотя и могут принимать экологические вызовы, но, как правило, не рассматривают их всерьез. Жительница Самары подозревается в ложном доносе. 42-летняя женщина заявила, что у нее похитили ноутбук и оценила ущерб в 20 тысяч рублей. В краже она подозревает своего сожителя. Однако документов на пропавший ноутбук у женщины не оказалось. Сотрудники уголовного розыска установили, что мужчина невиновен. Более того, по его словам, такого ноутбука у заявительницы никогда не было. После женщина призналась, что решилась на ложный донос, чтобы проучить возлюбленного. В итоге за это ей грозит штраф до 120 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. За большой вклад в развитие культуры наградили благодарственными письмами, почетными грамотами и памятными подарками представителей отрасли, которые многие годы своей жизни отдали профессии. Музыканты, режиссеры, художники, артисты и библиотекари были отмечены областными и городскими наградами. Ежегодный день работника культуры отмечается 25 марта. В этот праздник принято поздравлять всех людей творческих профессий, а также хранителей культурного наследия. Наши воспитанники – это гордость. Наши педагоги – это гордость. Все наши творческие проекты – это тоже большая гордость. Моя личная – целого города и губернии. И мне особо приятно, что в зале сегодня присутствуют мои коллеги, без которых создать что-то полноценное и придающее особое удовольствие твоей работе невозможно. Музыкант, педагог, организатор, общественный деятель в Самаре прошел вечер памяти Исаев Фишго. Это 22 марта. Исполняется 90 лет со дня его рождения. Он был одним из организаторов Грушинского фестиваля и основателем первой в Куйбышеве музыкально-математической школы. Сейчас это городская гимназия номер два на Беземянке. Там и сегодня действует система Кабалевского, по которой каждый ученик, занимаясь математикой, получает еще и начальное музыкальное образование. На вечере прозвучало предложение присвоить гимназии имя Фишго. Это оно главное, чем запомнился Иса Львович, это создание в Самаре молодежного дискуссионного клуба ГМК-62. На волне оттепели 60-х годов прошлого столетия группа единомышленников основала площадку, на которой свободно можно было высказывать любое мнение. Среди выпускников клуба много успешных общественных и государственных деятелей, вплоть до высшего звена в руководстве региона. Преподаватели, инженера, строители в этом городском. Вот они сначала собирались на скамеечке в Струковском саду, а потом им выделили помещение молодежь. Иса Аль Львович тогда был 35, наверное, он был самым старшим в этой группе. Кто-то приходил только на мероприятие послушать Бардов, послушать еще кого-то, ну, Песцов, на конкурс Шостакович, кто-то на картинную галерею, кто-то на фотографии. Вот я приходил на дисконтный клуб «Колокол». Меня потом, правда, его даже председателем избрали. Вот понимаете, молодежная дискуссия по любой теме, какая вам интересна. И вот люди могут задавать вопросы, выступать, говорить. Это все было открыто, это все было публично. Около 50 миллионов рублей в этом году потратят на подготовку к единому госэкзамену. Часть денег уйдет на установку камер наблюдения и закупку оборудования для сканирования заданий. В этом году контрольно-измерительные материалы будут не привозить, а распечатывать на глазах у школьников. Всего в 2017-м сдавать ЕГЭ будут свыше 14 тысяч выпускников. Из них около 300 досрочно. Это рекордная цифра. В предыдущие годы экзамен раньше времени сдавали около 30 человек. Большинство выпускников к госэкзамену допущены. Не сядут за парты только 6 учащихся. В этом году школьники стали реже выбирать общество знаний и чаще биологию и географию. Как всегда, популярна физика. А вот иностранные языки, наоборот, в аутсайдерах. Теперь, чтобы получить высокий балл, важно не только хорошо знать выбранный предмет, но и быть грамотным. В ситуации, когда у нас теперь с вами нет заданий с выбором ответа, когда у нас теперь есть только краткий ответ, и термин по всем предметам тоже нужно писать правильно. Мы же с вами помним, что бланк сканируется. И если ты написал термин неправильно, он не совпадет с шаблонным ответом. И твой правильный ответ, но неправильно написанный с точки зрения русского языка, не будет учтен этой программой. Для тех, кто решил сдавать ЕГЭ досрочно, экзамен пройдет 23 марта. Проверять знания будут по информатике и географии. С этих же предметов 29 мая начнется основной этап госэкзамена. Сдавать его школьники закончат 19 июня. Вагон знаний получат самарские школьники после поездки в Уфу. Почти 200 детей отправились в путешествие по железной дороге в специальном вагоне. По пути им прочитают лекции о столице Башкортостана и обычаях башкир. Проводила путешественников в путь Марина Матвейшина. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Самарские школьники готовятся отправиться в путешествие по стране. В этот раз ребята познакомятся со столицей Башкортостана – Уфой. Многие еще ни разу не ездили на поезде. Тем более на вагоне знаний. Но заранее предвкушают интересную поездку. Честно, я еще не знаю, так как в таком поезде еду в первый раз. Но надеюсь, что будет очень весело. В Уфу отправится почти 200 школьников. По пути ребята узнают много интересного о городе, в который едут. Заодно познакомятся с работой железной дороги. Это стандартный поезд, который у нас дневные экспрессы, которые ежедневно курсируют между субъектами федерации Привозского федерального округа. В чем и хорошо. Каждый день, пожалуйста, можно и только детям ездить, ну и нам с вами. Юные путешественники проведут в Уфе два дня. Дети посетят городские музеи, познакомятся с башкирской культурой. Это путешествие по железной дороге. Это возможность на какое-то время оставить привычную для себя образовательную среду в школе, совершить путешествие по стране, познакомиться с другими городами, встретиться с другими школьниками, увидеть свою страну не через экран телевизора, не через монитор, а именно из окна поезда, а затем своими глазами. Вагон знаний курсирует по железной дороге не в первый раз. Ребята уже путешествовали в Пензу и Саратов. По направлению Уфы идет впервые. Школьникам очень нравятся такие необычные уроки географии, истории и литературы. Марина Матвеевична, Артем Сулайманов, События. Не футболом единым в Самаре сейчас идет набор волонтеров. Для участия в параде Победы 9 мая на площади Куйбышева Добровольцев будет много обязанностей, среди которых и самое почетное – собрабождать ветеранов. Кто такие волонтеры Победы и как пополнить их ряды, расскажет Андрей Горгуленко. Елена Данилина – постоянный волонтер Победы. В этом году она снова подает заявку, чтобы помогать 9 мая на площади Куйбышева. А в 2015 году Елена удостоилась чести представлять самарских волонтеров на главном параде страны – в Москве. Это незабываемое впечатление, об этом я буду рассказывать своим детям, внукам. Эту мощь нужно испытать только на себе. И очень здорово, что вот такая возможность отправиться на Красную площадь в Москву, на военно-морской парад в Севастополь. Есть у каждого. Стать волонтером Победы может любой желающий старше 18 лет. Для этого нужно заполнить заявку на сайте волонтерыпобеды.рф. Поехать в Москву или Севастополь от региона смогут 5 человек. А вот в Самаре на параде будут работать 500 добровольцев. 200 человек будут помогать ветеранам на трибунах, на КПП, а остальные будут сопровождать бессмертный полк. Традиционно с волонтерами мы обязательно проводим общие собрания и рекрутинг. На общем собрании мы рассказываем, как, что и почему нужно будет делать. И проводим дальше рекрутинг с волонтерами, чтобы понять, на какой позиции он сможет быть. Прием заявок продолжится до середины апреля. А к 1 мая будет сформирован полный список волонтеров, которые помогут в проведении Парада Победы. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. 8 золотых медалей с 12 возможных завоевали самарские дзюдоисты на чемпионате области. Теперь первые номера поедут выступать на чемпионат по Волжье, а если повезет, то и страны. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите «Самарские новости спорта». 17-летний Никита Мещеряков на взрослый чемпионат Самарской области под дзюдо приехал за опытом. О медали даже и не мечтал. Но большой опыт борьбы в юниорах помог перспективному самарскому спортсмену из спортшколы «Мужество» завоевать на этом турнире серебряную награду. В категории до 66 килограммов по количеству побед он проиграл только Сызранцу – Руслану Олегберову. У нас много стартов. Сезон еще идет, не заканчивается. Так готовимся постоянно. Просто всплывают соревнования. Еду, борюсь. А так, турнир по мужчинам. Я еще молодой. Так что просто приехал попробовать свои силы. Ну и удачно удалось. Кандидат мастера спорта под дзюдо Юлия Лаврентьева стала чемпионкой Самарской области, не выиграв ни одного поединка. По иронии судьбы, спортсменка даже ни разу не вышла на татами. В ее категории были две соперницы, но они уже в первой схватке между собой получили травму. Хотела побороться, выйти, потому что в последнее время у меня то, что проверить, что наработано, вот прощупать все, такие детали надо работать, но вот не получилось, придется завтра на дне борьбы этим занимать. А вот звездам мирового женского дзюдо пришлось попотеть на татами, защищая свое место на вершине областного Олимпа. Мария Персидская защитила свой титул чемпиона. Анастасия Конкина стала второй. Валентина Костена завоевала только бронзовую медаль. В мужском дзюдо первые номера сборниц Самарской области в региональном чемпионате не боролись. Тяжело говорить о том, как защищают титул. Мы ожидали, что у нас будут участвовать спортсмены, которые входят уже в сборную команды страны. Но поскольку там объявили карантин, этих людей мы не видим. Мы со счетов-то их сбрасывать не будем. То есть они будут также участвовать в чемпионате Приволжского федерального округа. По итогам чемпионата области была сформирована команда региона, которая в апреле попробует свои силы на чемпионате Приволжского федерального округа в Самаре. Руководство областной федерации дзюдо рассчитывает как минимум на пять золотых медалей. В сентябре спортсмены пойдут в Нальчик на чемпионат страны. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи! На этом наш выпуск завершен. Благополучия всем! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова